Свет, вода, канализация – пожалуй, основные вопросы, которые сегодня интересуют жители курортного села. В сезон все коммуникации перегружены. В прошлом году на деньги энергетиков, а также самих жителей, установили 4 новых подстанции. Готов проект увеличения мощности еще на одной. Выполнена половина работ по прокладке нового водопроводного коллектора. Тянут канализацию, ее подключат к новой центральной трубе, которая идет вдоль Пионерского проспекта. В этом году на бюджетные деньги заасфальтировали улицу Авражную. По просьбам жителей начали строить тротуар на улице Школьной. Друг друга понимаем, мы по всем вопросам с ним консультируемся, просим помощи. И мы как-то работаем хорошо. Взаимопонимание и взаимоуважение, так скажу. Прошла масштабная реконструкция школы и детского сада с приобретением мебели и современного оборудования. Благоустроена территория. Деньги выделили из краевого и местного бюджетов. Часть средств в небюджетные источники. Глава округа Василий Апазиди поблагодарил за постоянное участие депутатов и предпринимателей. На деньги муниципалитета высадили 360 деревьев. По распоряжению главы города Сергея Сергеева появилась собственная подстанция скорой помощи. Выделена земля под будущий крытый спортивный комплекс. На строительство планируют привлечь средства мисс краевой программы. Очень много трениров занимается с детьми. Как бы назрел этот вопрос. То, что глава пошел на встречу, как бы и землю закрепили. И подталкивает нас, так будем говорить, к участию в программе в краевой, что по строительству крытого спортивного. Это значимое событие. Эта площадка возле Дворца культуры станет временным местом тренировок для спортсменов. Стадион Понтас начали готовить к реконструкции, к чемпионату мира по футболу 2018 года. Это одна из тренировочных площадок для команд. Определен подрядчик. Работы начнутся в апреле. Полностью все, что там есть, сносится. И полностью по новому плану строится новый стадион. Это очень серьезный вопрос на контроле у краевых властей, у центральных, федеральных. И, естественно, мы будем этим вопросом заниматься. Сегодня жители Витязева также интересуют вопросы, связанные с введением курортного сбора, а также доступности пляжей. Они рассказали о том, что некоторые организации огораживают территории до самой кромки воды. По закону территория пляжа вся не может быть огорожена. Как мы тоже будем с этим разговаривать, должно быть место для запретить отдыхать на пляже. Мы не имеем права, никто, и в том числе хозяйствующий собъект, который пользуется этим пляжем. Единственное, что может это устанавливать лежаки, оказывать услуги своим отдыхающим водичку и еще что-нибудь вроде этого. Поэтому мы будем их еще раз собирать и будем, конечно, на этот счет разговаривать. Также актуальным остается дорожное строительство. В планах местной администрации провести отсыпку 11 улиц и еще одну заасфальтировать. Кроме того, навести порядок в гостиничном бизнесе и торговле. Мы с этим прекращаем, потому что это наше лицо, это улица Черноморская, это параллель, это курортный микрорайон. По словам Василия Апазиди, стихийная торговля – прямой конкурент стационарному бизнесу, который платит налоги, а от налоговых поступлений зависит развитие всей территории.